МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решать коммунальные проблемы жители ответственные службы обещают. До реальных дел доходят редко. Здравствуйте в эфире дежурный по городу. Старозагора 220, пятый подъезд. Неисправная ливневая канализация доставляет жильцам массу неприятностей. У нас много-много лет ливневка проходит в квартире. Такого не должно быть, наверное, быть. Летом дождь, зимой мы, зять, поднимается наверх, кипятком проливает вот это, потому что там оледенение происходит. Бывает, мусор попадает. Вчера они пробивали ее, там что-то выскочило, и все это ухнуло. А там наверху озеро было. И оно все, вот это озеро вытекло к нам. Потому что на 12 этаже они построили вот себе заграждение. Оно мимо них течет все к нам, а мы не знаем, что делать. Ну вот, ну, это последний вот крик души. Мы обращались в дом управления, мы обращались в ВАСКО. Теперь у нас новые управляющие компании. Теперь нам не знаю, куда деваться. Ну, мы делаем все возможное. Сами лазим наверх и ее проливаем зимой кипятком, а летом ничего. Подставляем вот тазики и ловим ее вот здесь вот в воду. Что нам делать-то? Как нам быть-то? Никто не приходит. Пришли, посмотрели. Да, да, да. И пошли. Все. Больше никто никогда ничего не делает. Ну, мы вот, я не знаю, ну, что нам делать и как нам быть. До седьмого этажа все вот протекает, если не до шестого уже. Все. Мы отчаялись, мы писали петицию, собирали подписи. Ну, результатов никаких. Это уже второй год, мы как-то... А теперь передали в другую компанию это все. Передали. И теперь никто нам не разбирается. А дом управления вообще на нас... Инженер сто раз приходила, смотрела. Ну, не знаю. Улица Советской Армии, 127 по соседству с жилым домом. Заброшенная стройка, которая превратилась в свалку. Вот у нас это... Организовали незаконную свалку. По ночам возят строительный материал. Обращались к участковому, ко всем. Ответ приходит. Были на месте, ничего, никаких мер. Вот пришлось вызвать телевидение. Помогите, если можете, чтобы эту свалку у нас убрали. И с этим домом, на этот, на старую стройку, вот все переломали. На свалку вот привозят. Привозят, они подготавливают. Вот тут площадка уже подготовлена. Это вот ночью привезут, все забьют. Завалили по первый этаж. Где-то машин 300-400 КамАЗов возят. Навозят кучу суда. Ночью приходит погрузчик, разгребает. Номера записаны. Вот бросили, стройка недостроена. Говорят, заказчик посадили. Провода протянули, охрана была. Будку сожгли. Вот, охранника покалечили. Опять все провода сняли, все. Никто ничего не строит. Когда будут строить, неизвестно. От воскресника вот привезли мешки с мусором. Двери меняют где-то. Это на какой-то стройке, видать, мусор. И сюда привозят свалку. На свалку дорого машина стоит. Вот сюда нашли свалку. Надо или прокуратура, или кто-либо. Пусть занимается. Ну что это? В центре города и такая свалка. Это не меньше, как 500 КамАЗов привезли сюда. Это уже где-то года полтора, наверное. Вот, больше даже в начале. Но в основном года полтора. Возили то там один, два привезут. Напротив нашего дома возили вот, к водоканалу. Вот поругались, они с водоканала сюда привезли его весь. Вот сейчас вот возле водоканала две горы лежит куча. Это наверняка его сюда свозят. Потому что уже КамАЗ стоит на готове. Это в ночь где-то вывезут сюда. Крысы бегают, завелись уже. Но мусор здесь и съедобный. Вот сейчас жара начнется, вонь будет, все. Вот. Туда ближе, вот туда к нашему дому. Вот. Там вообще вот это, мусор, стройки, мешки. Ну, даже, ну как сказать. Бытовые. С отходами. Вороны, крысы, все растаскивают. Зараза будет же ведь. Эпидемия начнется. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...